Ого! Слухай, а тебе иначе 20? Шокирующее видео, что Путин сделал с россиянами. Мы живем на честном слове, мои дети, и мне очень здесь тяжело жить. Герои-убийцы возвращаются, россияне боятся выходить на улицу. Я домой еду, ёлки. Я после ранения домой еду. Я не курил в вашем самолете в этом, ёлки. А Путина на выборах пришлепнут ботинком? Вот он, может быть, неказистый, но он надежный и уверенный, как Леонид Слуцкий. Это горячие новости, все самое важное в Одином дайджесте. Поставьте лайк этому выпуску. Мы создаем этот проект благодаря вашей поддержке. На экранах телевизоров у русских пропагандистов все всегда хорошо. У них постоянно замерзает Европа, Украина, но настоящий ад на земле с абсолютно нечеловеческими условиями традиционно находится именно там, куда российская пропаганда предполагает не заглядывать. И пока Путин рассказывает о программе аварийного жилья и который год приказывает вывести россиян из трущоб, реальная жизнь россиян не становится лучше. Мы живем на честном слове, мои дети, и мне очень здесь тяжело жить. Воды, во-первых, не принести, ноги не ходят, туалета нету, помои и не вытащить. Нет воды, иногда перемерзает колонка. Девять бараков с печным отоплением. Вообще, это административный центр Забайкалья, региона РФ с сильно развитой горнодобывающей промышленностью. Здесь даже добывают уран, который РФ продает всему миру. Но вот жители этого богатого края живут в бараках и почему-то хотят, чтобы все их проблемы решил кто-то за них, а не они сами. Вот вам и вся Россия. Отопления нет, воды нет, туалета нет, даже на улице. Путин, помоги. Экипаж российского самолета высадил оккупанта, летевшего с госпиталя домой и решившего покурить в туалете. Я домой еду, ёлки. Я после ранения домой еду. Я не курил в вашем самолете, в этом, ёлки. Ну как вообще? После посещения принято в туалетной комнате, я почувствовала запах стильного сигарета. Соответственно, я его на месте сбежала. На вопрос, куда вы дели бычок, плен сказал, что он не курил. Тем временем, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует привлечь к ответственности бортпроводников за то, что они не дали покурить в самолете герою так называемое СВО. Помните, россияне, пропаганда будет защищать оккупанта в любой ситуации, потому что для вашей страны вот эти люди – это новая элита, которая может нарушать любые правила. Армия России – это сброд насильников и убийц. В Украине они занимаются преимущественно своим любимым делом, пока в них что-то не прилетает и больше не отображаются на тепловизоре. Однако некоторым из них везёт, и они возвращаются на родные болота. Проблема лишь в том, что можно забрать человека из армии России, а вот армию России из человека – нет. Так, на вторую годовщину полномасштабного вторжения вернувшийся из зоны боевых действий житель Якутии совершил двойное убийство. Одной из его жертв стала 64-летняя Валентина Фёдорова, выигравшая конкурс «Лучший учитель России». Своего коллегу по рюмке героя СВО убил ломом, а учительницу зарубил топором, после чего поджёг дом. По данным российского издания «Не Москва», оккупанта зовут Виктор Савинов, и он ранее был осуждён за убийство, но затем завербовался на войну против Украины. По словам дочери убитой учительницы, 23 февраля в день российского дня защитника Отечества, оккупант ходил по деревне и жаловался на отсутствие к нему уважения. Другой оккупант, Николай Нечаев, насильник, который был помилован за участие в войне против Украины, вернулся из зоны боевых действий в российскую Пермь. И знаете что? Был задержан за изнасилование 14-летней девочки. Видимо, она тоже не уважала подвиги этих героев, так называемое СВО, ну как россияне. Чувствуете ли безопасность из-за своей жизни? Готовы выйти на улицу к своим так называемым героям, которых кремлёвский режим выпустил из тюрем? Так называемые выборы в России – это вообще отдельный вид циркового искусства. Все знают, что выбора у них на самом деле нет, но усиленно пытаются сделать вид, что у других кандидатов, кроме Бункерного, есть какие-то шансы. Вот, смотрите, вот ботинок. Я шёл по земле, это видно. Вот она грязная, грязный ботинок. Старый, немножко там вот он, может быть, неказистый. Но он надёжный и уверенный, как Леонид Слуцкий. Сравнить кандидата, которого ты должен продвигать с невзрачным ботинком – это чрезвычайно красноречиво. Хотя на самом деле всех кандидатов на должность Путина следует сравнивать с ботинками, потому что Путин ими пользуется примерно так же. Тем временем на болотах всё стабильно. Вот в Калуге очередной агитатор забыл фамилию своего кандидата на выборах. Голосовать за моего кандидата. За человека от Сахи, как говорится. Человека из народа. Николая Михайловича. Правильно, зачем вообще помнить кого-то, кроме Путина? Я буду голосовать за Путина. И я. И я. И я. Видно, что отряды Путина хотели показать массовость поддержки Бункерного, но, очевидно, денег им хватило всего на несколько бабушек, которых они показывают по кругу в течение 40 секунд. Видимо, все деньги пошли на показ обращения Путина в кинотеатрах, на которые никто не пришёл. Клоун-пропагандист Корякин хотел показать панораму Авдеевки для россиян, но получилось, что он показал ими же полностью разрушенный город. Не переживай, однажды беспилотник тебя точно догонит. Российская пропаганда часто пытается выставить всё так, словно россияне здесь занимаются освобождением городов и сёл, и создают картинку, якобы до них здесь всё было плохо. А сейчас стало хорошо. Однако борьба с объективной реальностью – это всегда проигрышная стратегия. В Сочи полицейские не дали девушке возложить цветы на мемориал жертв репрессий, аргументируя это тем, что для этого есть отдельные дни. Документы можно посмотреть? На каком основании? Я что-то нарушила? Ну вы с цветами для чего подошли? А что, я нарушаю цветами что-то? Ну я вам вопрос задаю, для чего? Чтобы возложить цветы? Нет. Это что? Смотрите, девушка, объясняю. На мемориальные комплексы вы можете возложить цветы в определённые даты. Смотрите, дата по поводу репрессированных лиц у нас отмечается 30 октября. В это время вы можете 30 октября прийти и возложить цветы. В остальные дни, если вы возложите цветы, это уже будет согласно 608 закону Краснодарского края, будет считаться как выброс бытового мусора. Россияне, не верьте мировому рейтингу свободы, который показывает, что хуже вашей страны только тоталитарные режимы Африки. Вы живёте в самой свободной стране мира. Только цветы к памятнику кладите в определённую дату, которую определили сверху. И задавайте поменьше вопросов. На России под Пензой сгорел крупный торговый центр. Казалось, ну сгорел и сгорел. Что здесь такого? Но на самом деле ситуация смешнее, чем может показаться на первый взгляд. Маркет сгорел, потому что пожарные застряли в двухметровых сугробах снега, которые никто не убрал. Конечно, жители обвиняют в этом мэра, но поскольку мэр является ярым сторонником Путина и войны против Украины, критиковать его особо сильно не получится. Можно из-за дискредитации армии присесть. Поэтому россиянам приходится жить и терпеть, пока чиновники делают всё, что им вздумается. На сегодня у нас всё. Спасибо, что смотрите горячие новости. Поставьте лайк, это очень важно для нас. И поддерживайте ВСУ. Война продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...